Всем привет! Отличного творческого настроения! Сегодня я хочу поговорить об одной ткани, которая достаточно часто используется в лепестковых элементах. Это хоботай. Тут хоботай различной плотности, начиная с четвертого номера, шестой, восьмой и десятый. Чем больше цифра, тем материал плотнее. Четверка, он вот такой вот совсем тонюсенький, легкий. И его лучше используют на какие-то мелкие цветочки, которые вот именно воздушные, вам нужно придать воздуха. Легкости вашей композиции. Шестерка поплотнее, то есть видите, уже по пальчикам видно, здесь сильнее просвечивается, здесь меньше. Восьмерка, самая ходовая, его можно использовать на розы, то есть видите, уже более плотный материал и совсем по сравнению с четвертой. Еще раз повторю, она подходит очень хорошо, например, для бутонных роз. Для староанглийских роз, где есть элемент круглого буления, то есть где кругленькие лепесточки такие у вас и достаточно ярко выраженная шарообразная форма. Это вот хорошо подходит восьмерка. И десятка, там где вам нужно прессовать и выделить четкие линии, плавные такие, тоже хорошо подходит. Восьмерку и десятку можно использовать, например, на пионы. Майки, тоже будут хорошо, будут такие воздушные. Ткань таким легким блеском. И, например, если вы делаете бархатные лепестки, то хорошо проклеивать, например, на шестерку или на четверку. То есть не на усор гонзу или хагорома, а именно на хоботай. Потому что все-таки это у нас лепестки и более эффектно они выглядят именно с деталями, проклеенными на хоботай. А так в основном, вот я, у меня часто видите, здесь они более кицельные кусочки, так как восьмерка и десятка, они идут в достаточно большом расходе у меня, когда я делаю розы. Потому что я люблю делать розовый, вот из восьмерки и из десятки. А сегодня я хочу вам показать еще несколько тканей. Это хоботай, саёко и суда. И чем они отличаются? Чтобы вы просто зрительно могли это видеть. Хоботай номер один. Видите, единичка. Он по плотности, если обратите внимание, похож на шестерку. Потому что четверка еще тоньше. Четверка это, не ошибаюсь, по-моему, хоботай нулевка. Вот шестерка, они приблизительно одинаковые. Единственное, хоботай единичка, он, видите, более такой, у него молочный оттенок, более кремовый оттенок, чем, например, белый у хоботая. И есть небольшая выраженная структура ткани. Он вот, не знаю, как передает камера, нет, но такая легкая полосочка и более приятный блеск. Плюс он, хоботай, более мягкий. Ну, что-то среднее даже. Я не скажу, что шестерка, он что-то среднее между четверкой и шестеркой. Если бы существовала пятерка, то они были где-то рядышком. Может быть, ближе даже вот к четверкой, чем шестерке. За счет того, что более мягкая обработка составом ткани. Это хоботай единичка. Мелкие какие-то цветочки, легкие какие-то воздушные розы. Получаются шикарные из него. Далее, это два хоботая, которые, в принципе, нет аналога на других сайтах. Это хоботай четверка, номер 4. И у нас, если то же самое, что у вас видите единичку, тонкий материал. Здесь четверка, он более плотный. Но он плотный вот прям совсем. Из него получаются розы с четкой формой. Он вот замечательно булится, хорошо держит форму. И вот когда вот, ну, немножко жестковат получается. Но если вот вам нужна там роза прям вот, например, она вот круглая буленья такое. Какая-то форма выраженная. То хоботай четверка замечательно для этого подходит. Вот такая вот матовая ткань. Блеска практически у нее нету. И вот она даже немножко шуршит. Это хоботай четверка. И есть еще фирменный хоботай Саёко Исуда. Более плотный, чем хоботай четверка даже. Тоже есть такая приятная фактурность. Я делаю из него пионы и розы. Мне очень нравятся пионы. Он замечательно красится. Тона получаются очень насыщенные и приятных оттенков. Розы хорошо поддаются обработкам пяточек. Пяточками, например, линия хорошо выделяется. Такой вот он достаточно плотный. Он похож на Дершин десятка более плотной обработки просто. И чуть-чуть сама ткань. То есть если Дершин десятка, он достаточно такой легкий, тоненький, то здесь ткань сама по себе плотная. Но вот зрительно они очень похожи между собой. Это что касается хоботаев. То есть мы сегодня с вами, фактически, я показала вам 7 различных видов. С каким работать вам, выбирайте. Если у вас нет вопроса, пишите мне, я помогу разобраться. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok